Насчет того, идти на практику или нет, были небольшие сомнения, так как все еще было в памяти свежо, только прошел два курса. Как бы думал, что очень подготовленный такой стал, информационно вооруженный. Но когда пришел на первое же занятие, я уже понял, что все это не зря, и все это было очень необходимо, и сейчас я более уверенно себя чувствую при подходе к автомобилю, меньше лишних движений. То есть все равно отточились все эти знания и навыки. По сравнению с нулевым уровнем я уже хотя бы что-то могу сделать, так как приехал я сюда абсолютно без знаний и владения целью навыков и техники. по ремонту автомобилей. Если не было присутствия клиента, то есть если клиент сам не присутствовал в момент проведения ремонтных работ и отслуживания, то я один занимался, то есть время позволяло дать мне возможность поискать в справочных материалах информационных систем какую-то информацию найти, разобраться, померить различные измерения произвести, и как бы самому прийти к остановикам, включения поломки и устранению. Мне очень понравилось, очень впечатлило, впечатлил уровень оснащенности центра. Там очень много оборудования, инструмента различного. Я, конечно, был очень впечатлен, очень приятно удивлен. Уровня подготовки специалистов, конечно, понимают, что есть еще к чему стремиться. Есть еще чем учиться. Слава Богу. Я уже составил резюме в каких-то ресурсах разных, в общем, и уже получил отклики, были и отказы, но и получил и отклики тоже от официального бюлера по своими делами, то есть 26-го, по-моему, я проведу на совместение, 26-го созвонюсь, ну, в общем, после этого договорились, мы уже на интервью пригласили, в принципе. Ну, посмотрим. Надеюсь, все сложится именно по специальности оптиметр-диагнозу. Решил, ну, да, вот еще.